И горы, и дома, и море, и все другое будет. Далеко-далеко ехать. Там, кстати, как-то странно. Вроде пишут через территорию Британии, но ты ее не пересекаешь. То есть трасса не входит в территорию Британии, как-то очень странно. То есть вроде не контрольный пункт. Боже, я не могу. Я пересматривала свои видео, и вот эти капли пота, это пот или... Я умылся. А, умылся. Вот у Михаила футболка с Ереваном. Мы думаем о Ереване. Каждый день. Каждый день о Ереване вспоминаем. Я бы не тренировался, да. Пока тренер не взял, не купил за свои деньги футболку Тэквондо. Тэквондо он купил или Сайпрус, мне кажется? Сайпрус Тэквондо. Ну, я не знаю, может не купил, может аскалат достал. Но он мне подарил в любом случае. Вот. Монатик. Монатик. 16 сентября. Это сегодня. Что такое Монатик? Вывеска была Монатик. Это какой-то славянский певец. Надо посмотреть его треки, альбомы. Потому что, мне кажется, есть какие-то известные песни. Монатик не была когда-то давно. А это Монатик. Слышу музыку, да упаду. А, голову, 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 да упаду. Вот это, наверное, надо посмотреть. Может, я ошибаюсь, не знаю. Короче, Майкл, скажи мне, куда мы едем? Какие у нас планы? Мы едем ближе к Айнапе. И, на самом деле, еще дальше за Айнапу. Называется... Сейчас проедем. Торте Бич. Это пляж черепах. Торту Бич. Да, говорят, там чаще всего видели черепах. Но пару моих знакомых, когда туда ездили, они так и ни одной не увидели. Мне кажется, мы к твоим знакомым присоединимся. Потому что надо ехать в специальное время. Да, но там есть фотографии дневные, где черепахи прямо на... Ну, как там, на двухметровых глубинях. Это фотошоп. Огромные плавают, оранжевые. Ну, ладно. Вот, поэтому... Есть небольшой шанс. Да. Вот, а сейчас мы едем по дороге, которую я первый раз еду. Ехать с Лимассола до вот этого пляжа, Тортал Бич, полтора часа. Так что, обязательно... Ну, не так близко. Плюс, если еще машина маленькая, то... Это тоже увеличит время. Ну, да, на ней особо не разгонешься. Да. Как в консервные банки едут вообще. Я такие называю капсулы смерти. Она нормальная машина, все нормально. Просто не ездила. Она маленькая. Просто... Самая маленькая, по-моему, не шанс. Просто... Михаил уже привык к своей машине. Большая. Большая машина. Удобная. Удобная. А это, конечно, есть разница. Так что так. Короче, едем. Ой, какое сердечко. Камни. Какие красивые. Ну, да, очки достать до себя лучше. Да, да, достану. Давай. На карту посмотрю. Милый. Да, там дорогу наморачивают. Да, было прям очень прикольно. Там вдалеке море увидели. Игорка! Игорка! Кстати, нету никаких лунопарков. Нет, ну не лунопарк, а... Ой, какой-то аквапарк с той стороны. Ну, аквапарк. А лунопарк-то нету. А все-таки лунопарк считают. Ну, я хочу на аттракционах кататься. В Ереване вообще-то были аттракционы. Ну, я не знаю. Может, здесь уже есть. Я говорю, нету, Миш. Ты выясняла? Да. Такого, как в Ереване, нету. Может, не пользуются спросом. Об этом надо было меня предупредить перед релокацией. И о количестве порции. Количество еды на работе. Да. Я на дорогу смотрю. Тебе видно все? Дорогу видно. Отлично. Сколько мы уже едем, Миш? Вообще едем больше часа. Ну, час 05, наверное. Всего полтора часа едет. Километров 100. 121 километр, по-моему, что-то такое. Это от Лимасола до пляжа Торгал-Бич, где, по идее, должен быть черепах. Это еще за Айнабой. Он и нульки кашлят, что-то. У меня вчера на работе коллеги подошли и сказали, да, ты что, еще не был? Ну, что-то Инна читает. Инна, что будет в конце? Да. Айнабой. Пуск. И нас оглохнет машина. Потому что едем прям вообще с черепашьей скоростью, больше ста не едет. Ну, больше ста и нельзя. Извини, что перебила. Ну, подай, Инна, перестань говорить о том. Ты можешь потише, пожалуйста? Папа не может сосредоточиться. Типа еще перебивать, будто я не буду. Птички летают вон. Короче, вчера обсуждали черепах на Кипре с коллегами. Кто где видел, кто не видел. Мне сказали, что есть пляж. Черепаши называется Торгал-Бич. Торгал-Бич. Вот. Туда надо обязательно съездить. Я говорю, где это? Они такие, в Айнабе. Я такой, что такое Айнабе? Они говорят, ты еще не был в Айнабе? Ты еще не был в Айнабе? Обязательно бери машину, езжай. Я говорю, так у меня Ниссан Марч. Это как это самое, не знаю, как табуретка на колесах. Они говорят, неважно, бери машину и езжай срочно, пока не закончился сезон. И вот сегодня мы уже час с чем-то едем. Это в Айнабе. Но это не Айнабе, это за Айнабе. Говорят, что там чаще всего видят черепах. Но никто из моих коллег там не видел черепах. Они были пару раз. Говорят, мы так и не увидели. Мы взяли маску, ласты. И посмотрим, может быть, нам повезет. И какая-нибудь черепаха в эту жару. А пока мы доедем, мне кажется, солнце сядется. Сколько осталось? Осталось 31 минута 40 километров. Самое забавное, то, что Михаил мне уже раз 10 эту историю рассказывает. Облачка нету. Облачка нету. Да, жара такая, что аж. И мы едем, и Михаил. А вот у нас машина заглохнет. Облачки поставили. А вот никто из коллег не видел там черепах. Вот, сложность в том, что, да, действительно, боясь, что мы не доедем, где-то вот встанем. Из-за того, что машина просто перегреется. Она еле тянет вообще. Да, нажимаем на педаль, и все, больше 100. Ну, сейчас в горочку 80 она такая. А еще дорога идет туда через, ну, на Кипре же не два государства. Северная Турция и Южное государство Кипр. А еще есть Великобритания королевство. Вот, и дорога идет по территории Великобритании, но сама дорога не входит в территорию Великобритании. То есть, в Великобритании находится полдорога. Пока ты на трассе, ты не нарушаешь границу. Поэтому из Лимассола до Айнаба можно доехать, не объезжая на территорию Великобритании, хотя она будет технически под тобой. Ну, под трассу или вокруг трассы, как-то так. Поэтому, если мы сломаемся на территории Великобритании, это будет грустно. Не поесть ни воды, не купить ничего. Да, ну, тут вообще я думала, почему, например, вот эти бутылки многоразовые. Для чего они? Потому что просто иногда даже в городе проблематично купить воду. То есть, не так близко находятся эти магазины и проще взять с собой воду, бутылку и там дома ее пополнить и уже возить с собой. Даже в садик ребенку нужно давать воду. Ладно, мы сегодня просто все так поздно встали. Аина ждала. Аина ждала, Аина большая, молодец. Нина умничка, даже английский сделала, да, Инна? Английским позанималась. Тихонечко сидела. Ну, все, 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 везем, обещали Инну, везем, все. Да. Ну, чувствует, чувствует мое сердце, что мы не увидим черепашек. Почему? Все может быть. Я вообще долго думал, что мы из России не подадим ей. Так что сердце обманчиво. Смотри на факты. Едем, едем. Мне абсолютно всегда казалось, что мы уедем оттуда. Возможно, ты предвидишь будущее. Что мы вернемся в Ереван еще. Да непонятно. Вообще в Ереване классно, да? В Ереван я бы еще слетал. Да и они на каникулы, прям. Такой надлительный строк. Как жалко, проехали. А вот Айнапа с певи корабля. Да, уже подъезжаем к Айнапе. К Аканапа. Только Айнапа. Только Айнапа, да. Я ни разу не была тут. Машин нет уже, первый раз на Кипре. Я слышала о этом городке. Пафа, Айнапа, довольно-таки популярные города. Мы уже все проехали город. И нежелательно вообще нигде парковаться. То есть негде парковаться. И вообще людей почти что нету. Как-то для меня не очень нормально. Ой, ну, Алька, смотри, какая красота. Хочешь, я тебя сфотографирую? Мне кажется, это листочки такие. Это же не цветы. Бассейн у кого-то там. Ой, вообще море тут совершенно другое, мне кажется. И тут, наверное, нету кабинки для переодевания. Ну, вот так переоденусь. Что-нибудь придумаю. Лужайка такая прикольная. Да, запомни, подними, пожалуйста. У меня же какие-то моменты поднимутся. Да. Кстати, узнали такую новость. Не знаю, правда это или нет. То, что если у тебя есть ВНЖ, то ты можешь арендовать какие-то отели со скидкой 50%. Опять же, это непроверенная информация. Вот. Может быть, тогда расскажу. Правда это или нет. Короче, какая-то госпрограмма по этим ВНЖ. То, что государство поддерживает мигрантов. Которые тут какое-то время должны жить. Пойдем. Вообще, такая тишина. В Лимассоле шумно. Плюс у нас дорога выходит на такую оживленную улицу. И я там плохо сплю в ВНЖ комнате. Блин, чего? Ты не туда приехал? Пять километров? Меньше километров. Ну, блин. Ну, еще и шанс сесть в машину и поехать. Блин, Майкл меня сбил. Короче, что там? Шумно. Шумно. Очень много этих всяких мотоциклистов. А здесь тоже красиво. Тут мы не можем как-то так свернуть или нет? Это вон тот походу полуостров. Где? Вот. Да, вот где катер ходит за ним. Вот там снизу. там вот. Ладно, посмотрим. Вот, все, мы приехали. Я немножко расстроена. Почему? Потому что у меня телефон садится, а вот этот пауэрбанк, вот этот пауэрбанк не зарядился. мы точно не на какой-то дороге встали. Миш, мы потом выйдем отсюда, блин. Слушай, мы потом убьем. А, ну ладно. Я немножко расстроена, что я ничего не покажу. И ничего не останется в памяти. Двойка мне за подготовку. вот такая вода красивая. Так. Так, Михаил проводит инструктаж ребенка, учит прям постоянно. Боже мой, мне все страшнее и страшнее. У меня все дальше и дальше от цивилизации отвозят. мне кажется, мы пришли на это же самое место. Я вот видела тот же самый пляж. Миш, мне кажется, мы сделали круг. Вот сюда. вот наша тачка стоит, блин. Это не наша. Аккуратно. Вот. Все. А с какого мыса надо прыгать? вода прям бирюзурная. вот такая вот игрушка. Не обещала показать, пока не забыла, показываю. Что еще? Полтора часа мы плавали. Такое чувство, что ты что-то съел. Черепашка. Да. Так. И в самый интересный момент, когда мы уже собирались плыть домой, Миша говорит, вот нам нужно увидеть черепаху. Я уже плавала без маски и отчаялась. Отчаялась. Ну, я как-то так уже полтора часа плавать, конечно. Мы плавали в небольшой компании, там еще какие-то ребята были, французы. Ну, непонятно, может, итальянцы. Мне кажется, вне-не, французы. Французский язык, да. И Михаил прыгает под воду и говорит, черепаха, черепаха. Я думаю, смотри, колесо обрасления. Да, обозрение. Обозрение, только оно что-то не работает. И что самое интересное, я думала, что он прикалывается, чтобы быстрее уехать домой. Все, увидели, поехали. Да, поехали. И действительно там была большая черепаха. Такая, полметра, метра, не знаю. Мама, там вообще корабль есть такой. статус подводный. Это лунопарк, ну, или это лунопарк, он сейчас не работает. Статус про это. Вот, черепаха находилась рядом с городом, подводным городом. Там специально сделали такой подводный город. Такая красивая машина, прям, такая, вообще. черепахи подумали, что до них сделали дом. Дом и там остались. Там город такой прикольный, чистенько так, подводный, статуя. Несколько статуй, статуй немного, но территория чистая, туда дайверы спускаются. Вот, может быть, посмотрю в интернете есть что-то такое похожее, но мне понравилось, что я думала, что будет все немножко по-другому. То, что мы будем выпускать маленьких черепашат на волю и давать им вторую жизнь. А мы видели только взрослую черепаху. Ладно, пойдем. Первый раз вижу дикую черепаху. Водяную. О, снова вот этот лимузин, это такси такое обалдеть. Сейчас покажу. Показала. Ладно. Вот, вот эти машины типа лимузина. Маш. Да. Кент и Маш и Маш. Это что такое вообще? Вот как это называется? Такси. Это не такси, это Маш русская ликотель. Как это? Это такси огромное. Огромное такси. Куча девчонок туда влезет. Да. Не знаю, как сейчас меня видно. Мы приехали и просто закинули вещи. Сейчас идем на винный фестиваль. Народу очень много. То есть у нас даже в дворике, где мы обычно ставим машину, там прям вообще все заполнено. Хотя обычно вообще пусто. Что идем. Я не стала там одеваться. Пляж на пойду. Насчет Айенапе. Ой, вообще оказывается это не Айенапе, а какой-то ближайший поселочек. поселочек. Поселочек очень приятный. Там какой-то праздник тоже сегодня. Все в костюмах были. Было очень неожиданно. Очень красивых дам увидеть, мужчин. Ай, люди как-то подготовились. Очень понравились магазинчики. Хочется туда как-нибудь еще раз съездить, но именно с ночевкой. Надеюсь у нас получится. Ой, надеюсь что и лицо мое было видно. Потому что камера фронтовая она прям темная-темная. Лица даже не видно. Ой, а, билет. Сколько это стоит билет наверное еще? Сейчас посмотрим. К сожалению у меня ничего не записалось. Мы приехали после пляжа. Это вечернее платье. Да, а я в пляжном наряде. Ну ничего страшного. Михаил, вы меня еще свозите сюда в этом году? На пляж? Нет, на этом мероприятии. Да. Да. Короче, мы оказались на фестивале вина. Фестиваль работы до 12 часов. Вход взрослым будет 5 евро. Дети с 6 лет до 18 3 евро. Сейчас посмотрим что же тут за мероприятие. Красное и белое. Красное Красное и белое. Красное и белое. и белое. Михаил в футболке Еревана. Еревана. Праздник полным кодом. Сегодня первый день для взрослых стоит 5 евро попасть на праздник. И наши друзья. ее посол я не ереван сахарка. А мы уже на винном фестивале. Михаил хочет мясо жареного, типа вот этого, шашлыка, вот, будем искать, вот, цены. Когда пьешь, надо закусывать. Так, сейчас будем выбирать еду и вино, очень много людей, сегодня первый день фестиваля, музыка живая, это очередь, серьезно, вот это очередь. Я б такое вино не пил. Мы такое вино пьем, которое такое панцемал. Да, истекает все сюда. Ночное хорошее вино. Вот так вот делают вино. Музыка. 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 Вот ему весело, этому мужчине Мне кажется, он уже такой вот навеселе Может быть, ошибаюсь Так, сейчас у нас парни пойдут Молодая кровь Посмотрите, какие теплые носки Боже мой, тут просто я иногда таю, они аж еще в теплых носках, с ума сойти Все, мероприятие заканчивается Только что было какое-то выступление Мы снова все прозевали Это ты Ужас, девчонки Да, это мама Маша А это мама Катя Да Мама Катя, козочка Мама Катя, давай вот так, вот так с тобой Чинь-чинь Да С рогами Дети, как смешно, у меня копытца Копытца Отрезанные А, не смотри, вот они типа рога Да Мама, ты как-то рога с тобой Да, да Давай Да, вот дети ищут картинки Уху-ху Ужас Как Ужас Короче, мы не в восторге от винного фестиваля все очень шумно умно мы пошли во фрайди выбираем конечно цены от себе кусаются кусаются местных сцент короче выше и выше среднего даме проекта дорогой дешевый считается среди 2 доллара на прайс стоит на карте смотрю я кстати уже есть не хочу нормально и вино мы попили чаще на сейчас короче выберем зато тут есть и детская игровая комната и на я думаю да девчонки будут есть и вот нам привели не принесли принесли вот это свиные ребрышки слюни пускала вспоминала свиные бедрышки в армении в карасе сейчас разберемся да пока там будет мать видео я разберусь на это соус да